Вопросы развития похоронной инфраструктуры в Тюмени, а также судьбу крематория обсудили сегодня на выездном совещании представители администрации и депутаты Гордумы. Начали с первого червежеского кладбища. В прошлом году решили вопрос с несанкционированной торговлей ритуальными принадлежностями, установили торговые павильоны. Со временем их и станет больше, появятся и продуктовые магазины. Рядом оборудуют парковку. Территорию возле павильонов уже отсыпали асфальтобетонной крошкой. Идет работа и по строительству новых кварталов 5-го и 6-го. Вокруг кладбищ будет объездная дорога с примыканием к Червишевскому тракту. Появится освещение, водонаблюдение и водоотведение. Депутаты Тюменской городской думы высоко оценили проделанную работу и внесли свои предложения. В основном это связано с доступным и комфортным доступом до червишевских новых земельных участков 5-го и 6-го. С общественным транспортом, чтобы автобус доезжал до конечной остановки. Были обеспечены туалетные кабины, была обеспечена вода. На Червишевском кладбище ликвидировали все стихийные свалки. А на ближайшие две недели организации, которые отвечают за вывоз мусора, будут работать круглосуточно в связи с православными праздниками. Уже сегодня приступили к рецидной обработке территорий. К началу мая ее завершат на всех кладбищах города. Что же касается строительства крематория в Тюмени, то ему решено быть. Сроков пока не обозначает предварительная локация на территории 6-го Червишевского кладбища. Это самое дальнее место, самое удаленное место от жилой застройки. До ближайшей черты населенного пункта, это до Тюменского муниципального района, более 2 километров. Что означает, что норматив превышен 2,3 раза. Поэтому, успокаивая, всех заверяю в том, что 2 километра это более чем достаточно. Продолжение следует...